Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что, открыть колоду, давай быстренько это сделаем. В общем, вчера вы мне уже поздно написали, ребят, что событие все-таки открылось, но я уже был на работе, поэтому не смог пройти. И вот приходится проходить только сегодня, да и то не факт, что выложу я видосик сегодня, наверное, скорее всего, будет это завтра, то есть в среду. Офигеть, я так правильно написал, неделя не задалась, вот оно так, блин, и получится. Ну что, давай посмотрим, на турнирной арене у нас разыгрывается Леонардо, ролевой, в испытаниях так сцены насилия и городская война тени на солнце. Что тут, что тут, нам в принципе ничего не нужно. Ладно. Тогда пройдем серию испытаний, тем более у нас новая, как говорится, серия. Так, подожди, что я делаю-то? Какой собрать? Собрать? Еще ничего не сделал, уже собрать там что-то собираюсь. Погнали. Быстренько с Шаминтом пробежимся. Да, ребят, сегодня опять иду на работу. Ну, завтра, послезавтра уже будут выходные. Опять же, один выходной я потрачу на себя, потому что надо, ребята, и на тренировочку сходить, а то что-то как-то... Итак, на том, на коротком выходном собирался пойти, но не пошел. Специально для вас я начал видосик записывать. Ну, не один, конечно же, там, по-моему, я с десяток наклепал их. Ну, я вот посмотрел, ребята, по... Как бы вам сказать? По просмотрам. А вот вы говорите, снимаешь что-нибудь новенькое, да? Ребят, вам снимаешь новенькое, и... Вы это не смотрите, поэтому я делаю вывод, что лучше все-таки снимать наш старый контент, чем вам что-то давать новое. Это как бы мое сугубо личное такое вот мнение. Опять же, оно взято не с потолка, а по статистике. Такс, ну что, здесь мы прошли, здесь я забираю награду, и теперь, теперь, наверное, будем искать, искать элементы на... Змею-карай, конечно же. Так, а нужно нам одну приманочку для маузеров найти. Так, приманочку я нашел. Десять катушек с пленкой. Так, одна есть. Вторая. Третья. Ну, катушки, я смотрю, идут хорошо. Угу. Третья, четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Давай, добьем, наверное, уже. Так, еще две надо. И последняя. Все. А уже вот эти вот знаки автомобильные мы уже в следующей серии, наверное, поищем все-таки. Так, и поднять уровень персонажа обязательно будем поднимать, но после того, как... Хе, как хотел сказать, мы накопим с тобой мутаген и бустанем. Бустанем, конечно. Ладно, тем не менее, все равно, ребята, будем начинать с ноля. Раз, два, три. Погнали. Хан, Крип. Ну и, как мы видим, тут у нас Кирби затесался. Так, мне бы какую-нибудь массовую атаку, а ее нету. Минус не... А, вот, вот, вот. Давай, Кирби. Шикарно. Ну, удивляться тут, конечно, нечему. Первые, там, я не знаю, 10 поединков. Вообще будут изичными. Ребят, я даже не перешел на Воин Две Звезды. То есть, делая выводы, да, что буст все-таки, ребят, не получится. Раньше бы с тобой переходили как минимум сразу в две звездочки на Лиге Воинов. Это я имею в виду по откату. Сейчас такой фокус не прокатит. Дай бог мы до Лиги Самураев сегодня доберемся. И то не факт. Так, запрет на лечку. Тут не только запрет на речку, тут запрет на жизнь мы подкинули. Вот так вот будет проще. Ну что ж, продвигаемся тогда дальше. Вот, только сейчас попали на Воин Две Звезды. И опять же, ранг 71-й. Ай, да. Ладно, возьмем 11-12. И тут у нас раз, два, три. Пока еще три персонажа. Ну что, масса своя. Да, этого было достаточно, чтобы их всех наказать, в конце концов. Ну давай, 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 прогружайся быстрее. Так, куда мы сейчас передвинемся? На 25-ю позицию. Ну, друзья мои. Ничего абсолютно удивительного нету. Как я и говорил. Так, может быть все-таки дадут мне, например, 12-13. Или... До сих пор еще три бойца. Да. У меня такое впечатление складывается, что мы можем даже еще и до... До лиги... Самураев не дойти. Такими темпами. Так, бросаем бомбочку. Упс. Не добитыши. Так, закомсали. Ну что же. Давай двигаться дальше. Интересно самому просто, куда мы сегодня сможем добраться. Так, воин три звездочки. 85-я позиция. О, 12-13. То есть это мне нужно было перейти в следующий ранг, чтобы получить четырех персонажей. Зашибись. То есть пятерых я получу только уже на следующий, да? Лиги. Молодцы. Красавчик, ничего не скажешь. Да вали ты отсюда в пень. Их тыч. Готов. Блин, это же надо почему-то, ребят, вот я вот сижу и думаю, именно Рафаэлю дать вид оружия Саи. Я еще могу понять, ну, чайки, да, там, меч. Ну, посох, бо. Но именно Саи. Если я не ошибаюсь, это Саи. И вообще были... Это было, по-моему, оружие наемников. Я, конечно, могу ошибаться. Я не такой продвинутый эксперт в оружии. Ну, по-моему, именно... Если я, конечно, что-то не путаю. По-моему, Ассасины, да, пользовались Саи. У них, конечно, там, у этих убийств было очень много всякого оружия. Маленького, так сказать, и убийственного. То же самое оружие. Я забыл, как он называется, типа, шило. Оно такое тонкое было, но... Оно... Как тебе сказать? Прокалывало человеку внутренние органы, и он умирал от кровотечения внутреннего. Как я не помню? Крис, по-моему, называется это оружие. Вот. Ну, вот все равно как-то вот именно Саи. Не какая-то там алибарда, или кусуригами, а именно Саи. Довольно редкая она в использовании, как бы... Да еще владеть им нужно уметь. Понимаешь? Вот посмотри, вот он как держит Саи. По идее, ребята, вот эти вот... Как бы тебе сказать? Вот эти вот... Как их правильно назвать-то, даже не знаю. Они предназначены для того, чтобы выбивать оружие из рук противника. Но, с другой стороны, как он будет выбивать, если у него здесь вот пальцы, да? Он держится просто за них. То есть, это как бы рукоятка идет. Причем вот здесь, вот эта Саи, которая у него тут есть, он ее держит нормально. То есть, ты видишь, да? У него не идут пальчики сюда, вот в эти вот, в разъемчики. Здесь идут, а вот здесь он просто держится за рукоятку. Вот. Интересно. То есть, я считаю, что вот таким вот образом можно лишиться пальцев. То есть, ты будешь, например, меч или саблю выбивать, да? То есть, как бы ловить вот в эту вот штуку. В эти оковки. И ты можешь просто себе... Просто отфигачить эти пальцы. Фига меня потянуло куда? Вот голову-то завивающим сам себе. Не, ну просто вот действительно мне это интересно знать, как вот и правильно ими владеют. Это, конечно, можно все посмотреть. Полностью, как сказать, про этот вид оружия. Я больше не знаю, какая-нибудь там есть и историческая хроника, да и какие-нибудь там записи. Да и есть, наверное, мастера, которые тут до сих пор практикуют владение сами этим оружием. Это все можно, конечно, узнать. Ну, я как бы сам для себя просто вот задаю вот эти вот вопросы. А потом хочу найти на них ответы. Вот так же вот интересно, как вот у Роквелла вот эта вот штука летает, гравитационная вот эта вот, как сказать, даже, не знаю, пояс. Как он летает, если у него там ничего нету? На магнитиках, что ли? Так, ну что, ребята, мы с вами потихонечку продвигаемся, пока я тут засоряю мозг какими-то ненужными вопросами. Ну, продвигаемся очень медленно, на самом деле. Еще не обращайте внимания, я просто только что встал, проснулся. Как бы мне надо идти сейчас на работу. И думаю, все-таки надо записать видосик. Хотелось бы, конечно, его выложить, успеть. Сегодня же. Потому что завтра уходу, ну и завтра, наверное, еще раз поиграем. Уже конкретно, может быть, даже два раза поиграем. Там посмотрим, как будет. Фух, еще вроде как просыл что-то. Насморк, насморк, ребята. Уже погодка такая, все, ребят. Жара, как говорится, закончилась. Нет, еще будет бабье лето, конечно, но... Дожди, ветра. Такая мерзковатая погодка, на самом деле. Началась. Хотя я вон матушке звонил. Она у меня сейчас отдыхает. На Азовском море. Говорит, у них там жарищи просто невозможные. Вот скоро приедут. Мама, племянники мои. Пока отдыхают. Я говорю, отдыхайте, говорю, там. Здесь успеете всегда, говорю, померзнуть. А они говорят, мы хотим померзнуть, потому что, говорит, жара это невозможное тоже как бы не для нас. Ну, тонны и понятны. Мы как бы люди северные. Мы очень тяжело переносим жару. Так, ну что, идеальная победа. Так что, давай-ка продвигаться дальше. Я попаду... О, элита три звезды. Не, ребят, в самураи я забегу, но... В какой ранг? Не знаю. Надеюсь, до третьего как-то смогу докрапаться. Но это, опять же, не точно. Зато здесь я прохожу своими обычными бойцами без какой-либо подстраховки. То есть, понимаешь, да? 55-й уровни мои пока тут справляются на изи. Против 30-х. Ну что ж, давай вызывать балбесов из рук в измерении. Сразу хорошо так шиканул. Так, Лео, пробьешь всех? Красавчик. Я почему-то в тебе не сомневался. Осколками ты круто их... Как говорится, присмирил. Ну что же, мы двигаемся далее. Угу. 61-я позиция. Давай возьмем 13-16, наверное, да? По кубкам. И здесь... Так, Кунаичи, Майки, Лео, Мутагеноид и Донателло, оригинал. Ну что, с массовых начнем, как всегда. Так, Микеланджела... Опа, бросает свою хавку. Отлично. Так, а дальше-то что сделать? Ну давай посохом. Пумс, минус Майки. Так, Кунаичи. Замечательно. И остается у нас Бибоп. Ну давай вот так вот, с выпендрежем. Нормаленько. Ну что? Двигаемся очень, так сказать, неплохо. Но лучше бы это было вчера, да? По откату. Мы бы уже наверняка были бы в Лиге Сегунов на данный момент. Так, давай-ка посмотрим. Может быть дадут нам 13-16. А бойцы просто на глазах, ребята, у нас тают, да? Все меньше, меньше, меньше. Хочется еще с десяток, с другой бойцов. Причем я знаю, что можно было бы сюда, ребята, включить. Что по мультсериалу, да? Посмотри, сколько здесь. Вот кого здесь нету? Из этих. Тут, например, нету Дума, да? Тут нету крысиного... Нет, крысиный король есть. Так, здесь нету Темпестры. Кого тут еще можно было бы поставить? Эту утку, помнишь, в которой мы были? Потом там капитан есть, если брать из черепашки ниндзя Маднес. Ну, безумные мутанты. Там персонажей-то достаточно много, которых можно было бы сюда перенести. В этот... В эту игру. В эту вселенную. Так что, с десяток, с другой, я думаю, вполне наберется. Причем даже не напрягаясь. Ну, видишь. Как написал мне один из моих подписчиков, сказал, что раньше эту игру создавала Nickel Dawn, да? Такая компания. Ее скупила Как там, Джейс? Какая-то там, не помню точно название. Вот. И она скупила, я так понимаю, не только черепашки, она еще и скупила Юрский, ну, мир Юрского периода. Эту игру тоже она взяла. Вот она перекупила, да? И все, ребят. И перестала ей заниматься. Вот самое-то чуябинное. Если бы она оставалась бы у разрабов, которую я придумал, мне кажется, она бы развивалась бы. Так что, вот так. А мы, тем не менее, ребят, с вами идем прямехонькой дорогой на лигу самураев две звезды. Идем медленно, но уверенно. Мы уже дошли с тобой до сороковых уровней противников. Зашибись. Так, ну что, давай бросаем, наверное, кунаи. Сразу троих минус. Ах. Давай валуном. Точнее, метеоритом. Пидж. Еще главное поставил, сделал, включил этот маячон, да, чтобы метеорит этот прилетел именно по ним. Ну что, я же думал, сейчас перейдем. Ну, не тут-то было. До трех звездочек мы не добежали. К сожалению. Раз, два, три, четыре. Пять. Ну, у нас уже восьмидесятники. То есть, говорит о том, что сейчас наши бойцы закончатся и... Не знаю, до лиги самураев три звезды сможем ли мы добежать. Под сомнение, почему-то, ребята, это ставится. Так, пальчиковый удар плюс ракетный залп. Все. Здесь мы нормальненько их проучили. Ну что, самурай, две звезды. Замечательно. 85-я позиция. 14-17. Раз, два, три. Четыре, пять. Да, получается, что даже мы не успеем дойти, как бы я не хотел. Но, с другой стороны, да, если подумать, например, мы бы вчера с тобой забрали бы Лигу Сегунов в три звезды, да? И сегодня, если бы я зашел бы в игру, и я был бы примерно на том бы месте, докуда я сейчас доберусь. То есть, до лиги самураев. Правда, там бы я был, наверное, на трех звездочках. А тут... А тут сейчас посмотрим. Так, 58-я позиция. Ну, если мы сейчас два поединка еще с тобой отыграем. Раз, два, три, четыре, пять. А мы отыграем, да? То да, будем примерно на том месте, откуда бы начинали бы если бы вчера у нас был отличный буст. То есть, по большому счету, мы ничего как бы и не потеряли. Единственное, что вчера был бы азарт. Азарт был бы в том, чтобы я бы смог дойти все-таки до Лиги Мастеров. Или бы нет. Конечно, я больше склоняюсь, что нет, но сто процентов же нельзя сказать. Не попробовал, да? Слушай, по-моему, мы все-таки возьмем с тобой сегодня григу самураев в три звездочки. Я верю в это. 28 позиций пролететь. Я думаю, нам ничего не стоит. Ну-ка, давай валунчиком. И покажите мне, пожалуйста, наш результат. Давай, 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 давай. Да. Да, именно вот так бы я и начинал. Но, но я тебе хочу сказать следующее, что сегодня я только дошел. А вчера бы, если бы я дошел, мы бы продолжили бы с этого места. И то есть, я бы сегодня бы, например, мог бы дойти до до Лиги Сегунов, например, три звезды. А этим я займусь только завтра. И опять же, я тебе скажу больше, что завтра меня скинут. Может быть, даже до Лиги Самураев одной звезды. Это не исключено. Так что, соответственно, мне придется больше тратить энергии всего и времени. Так, у нас с тобой 630 жетонов, как ты видишь. Так, уровень персонажа. Дай-ка я гляну. Сколько у нас... Блин. Сколько мутагена я накопил. Вот. Вот оно. Прокачиваем, друзья мои, 97 уровень нашему кожеголовому. Здесь забираем награды. Испытания. Стоит ли мне их сегодня проходить, ребят? Ммм, даже... Я даже не знаю. По идее, они мне как бы и не нужны вовсе. Вовсе. Ладно, давай быстренько пробежимся. Но не полностью пройдем, а до 30 жетонов, я думаю, этого будет достаточно. Там, где 30 жетонов можно фармить, уже можно будет прекращать и уже просто сливать сыр. Потому что уже, как говорится, два дня потеряно, да? Можно так сказать, что уже понедельник потеряли полностью. Сегодня вторник. Вторник, считай... Ну, как сегодня вторник? Сегодня понедельник, но мы его тоже, ребят, потеряли. Я уже заговорился, ё-моё. Сегодня вторник, ё-моё. Всё, ребят. Это уже, называется, ещё не проснулся до конца. Да, сегодня вторник. Вчера же был понедельник, вчера был буст. Сегодня вторник, конечно же. И он тоже у нас потерян, потому что я сейчас вот буквально с минуты на минуту должен уходить. Арбайден. То есть я уже здесь ничего сделать не смогу. Понимаешь, да? Вот, вторник. А там остается среда, 4-5 суббота, воскресенье. Воскресенье можно даже уже не брать в расчёт. То есть 4 дня, грубо говоря. За 4 дня мне нужно как-то прорваться, я не знаю. Плюс у меня ещё и в ХКР-ке, ребята, всё встало. То есть очень медленно продвигаюсь. Элементарно что-то не хватает времени. Нет, я знаю почему. Потому что я начал для вас делать новый... Ну, как делать? Показывать вам новые игры, соответственно, для них тоже надо будет время. У меня вариант. Либо снимать старые, например, игры, да? Типа там Tower Conquest, например, Юрский мир, Черепашки, да? Садники, драконы-садники Олуха. Вот это наши 4 стандартные игры, которые у нас идут. Многие там просили вернуться в коллайд. Соответственно, да? Супергероев. Вот. И лучше снимать, я так понимаю, мне всё-таки старое, чем, чем, что-то для вас показывать новое. Некоторые игры, даже, ребята, я показываю не потому, что я думаю, что вы хотите в них играть. Я просто хочу раз... Как тебе сказать? Раз... Разбодяжить вот этот вот, да? Устаревший принцип, который вот у нас уйдёт. Ну, многим, например, приедается, да? Вот изо дня в день смотреть одно и то же. И хочется немножко разбавить это чем-то новеньким. Но я вижу этим разбавлением ничего хорошего не получается. Так что, наверное, будем тогда поменьше что-то новенького снимать. И, наверное, больше всё-таки тогда, если у меня получится больше всего на времени, буду отводить второму каналу. Потому что там действительно есть что поиграть. Очень много игр классных. Пускай там коротких, графических, не очень таких, знаешь, супер качественных, но интересных игр там предостаточно. Тот же самый Necrosmith. Мне что-то, ребят, так понравилась эта игра. Сложная, зараза. Ну, как сложная? Она, ну, рогалики, ты сам понимаешь, они все такие. Прокачка, 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 без прокачки ты никто. А, соответственно, чтобы прокачаться, естественно, нужно из раза к разу проходить этот уровень на протяжении там, я не знаю, десятков раз, чтобы открыть какие-то определенные там апгрейды для себя, да, чтобы как-то прокачать своих персонажей или еще что-то. И только потом на основании этого ты сможешь пройти эту игру. Поэтому Necrosmith нормально. Так же, как и Legend Keeper тоже, ребят, мне понравилась игрука. С каждой миссией все сложнее, сложнее, сложнее. Сейчас вот сегодня еще одну игрушку, многенькую скачал, еще, правда, не смотрел. Я так понимаю, что она что-то типа пошаговых боев рисована. Такая графика. Так, сколько у меня, кстати, жетонов? Вот, 30. Я хотел на 30, ребята, остановиться, поэтому буду фарвить. Дальше просто нет смысла идти. Они издеваются надо мной. Они не дают жетонов мне. Ты посмотри, а. 30. И еще 30. Блин, если бы чуть-чуть побольше бы дали, мы могли бы прям сегодня купить в магазине дынка на нашего слэша. Тут 710 надо, а тут у нас 690. как раз 20 жетонов-то не хватило. И будет у нас, ребята, ровно 70. То есть, еще 30 нужно будет найти. Так, ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok